Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую в программе «Хлеб на каждый день» и рада, что мы вновь за одним столом. Независимо от того, где мы живем, независимо от того, какой наш возраст, какая нация. Но если мы понимаем, и для нас русский язык является общим, то мы можем сегодня пообщаться вместе над ценностями, которые не стареют, которые имеют свое происхождение не от земли, а от неба. Но здесь на земле они преломляются через разные судьбы, через разные культуры, через разные взгляды. И нам надо с вами найти то, что важно для нас, что является сегодня уже ценным для нас, а что мы еще можем обнаружить как ценность. И поэтому сегодня и в последующие дни мы с вами пройдем по одному высказыванию одного человека, который преломил через боль своего сердца, своей судьбы некоторые ценности неба. Насколько он к ним имел отношение, не могу сказать точно, но, по крайней мере, он что-то обнаружил. И поэтому сейчас сначала я прочту из псалма, который написал Моисей или молитва Моисея, чтобы потом прикоснуться к некоторым словам уже человека, нашего современника, который живет на этой планете Земля, имея уже современные огранки тех ценностей, которые для человечества не проходящие. Но, как я уже сказала, не все могут до конца понять, что же это такое и насколько наша жизнь, она зависит от правильного взгляда на них. Поэтому сначала образ мышления глазами Моисея. Господи, Ты нам прибежище в рот и рот. Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты – Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь – Возвратитесь, сыны человеческие. Дни и лет наших семьдесят лет, а при большей крепости восемьдесят лет. И самая лучшая пора – их труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Я сделала выборку из некоторых выражений Моисея в этой молитве. С одной стороны, из рода в род происходит то, чему Бог определил быть, и никто не может отменить его закона, который работает на все человечество, на все нации, на все века. Но как проходят дни? Чем они наполняются? И выражение «дни летят», «время летит» – оно нам знакомо. Но тогда, когда мы просыпаемся и видим новый день, не особенно мы задумываемся о том, что он пролетит. У нас есть задачи, занятия на день, у нас есть какие-то планы, у нас есть ожидания. Но то, что он пролетает и больше не вернется, это вроде бы все знают, но мало на кого это оказывает серьезное воздействие. Моисей, который прожил хорошую жизнь нашими глазами, приличную жизнь, 120 лет. Но он здесь отмечает среднюю продолжительность того периода, когда они шли через пустыню – 70, при большей крепости – 80, потому что люди умирали в пустыне те, которые не захотели отказаться от Египта внутри. Некоторые наши современники, если не сказать почти все, принимают эту строчку как ограничения Богом, положенные на человека – 70 и 80 лет. На самом деле нет этих ограничений для нас сегодня в молитве Моисея. Это констатация факта. И об этом мы с вами можем поговорить как-то в следующий раз. А сейчас хочу вместе помолиться о том, чтобы Господь благословил нас мудро исчислять дни наши, не годы, а дни, друзья. Потому что в каждом дне есть свои задачи, о чем мы говорили с вами в предыдущей программе. И поэтому сегодня наша ответственность – принять понимание на этот день. «Небесный Отец, я благодарю Тебя, потому что Ты тот, который обучаешь нас полезному. Ты тот, который ведешь нас по тому пути, по которому нам необходимо идти. И Ты даешь нам возможность вступать на новые дороги и их проходить. И нам так важно, чтобы Твое руководство в нашей жизни никогда не отступило от нас. Чтобы ясность смысла нас не покидала на каждый день, знать, что делать, для чего мы живем и как нам жить. Ты из рода в род положил основания, из рода в род положил ценности. И пусть они никогда не будут подмененными со стороны культур, национальных особенностей или традиций. Но благословенный Бог среди нас, который знает, как взвешивать сердца и души и мотивы. И помоги нам узнать Твою работу по поводу нашего сердца. И не пройти мимо Твоих возможностей во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, друзья. До свидания. И начнем с высказывания уже в следующей программе. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok